Продолжение следует... 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 По-быстрому укатила контейнер, в котором мята ехала из деревни. Переложить еще частично. Хоть чем-то помешать, блин, девушка-то, чайная. Это называется мозги устали и нужна разгрузка физическая, да еще же радовая. Ну, я думаю, можно сейчас попробовать часть перелить. Чем-то этой части надо подхватить. И это сюда. Тут вообще можно будет закреплять. Так, все мы это перемешаем и попробуем еще раз взбить. И это чуть-чуть перемешаем. Я даже не уверена, что там видно. Кстати, мои руки изящные, когда в камеру груди, кажутся такими огромными, жирными. Я сегодня, когда монтировала видос про кофе. Так, рискнем здоровьем вашим психическим. Так, рискнем здоровьем. Главное, сюда досталось меньше, это из самых хренотений. Но тут есть молоко, но там пенка только. Бедная Заремкина штука, она, наверное, не рассчитывала, что я это буду эксплуатировать, не для капучина. Думаю, хватит. Надо ее сейчас будет помыть быстренько. Я думаю, пока надо все-таки поставить на паузу и помыть по сутку, а это пока будет у нас подостывать. Уж в холодильник его не убрать, хотя агар застывает при комнатной температуре. Не знаю, как на кухне, но в комнате у меня плюс 27. Пока я тут мыл посуду, вот у нас тут это счастье упустилось, по-моему. А это вроде почти так и осталось. У меня тут еще слегка посуды осталось помыть, поэтому я пока прервусь, а это через какое-то время поставлю в холодильник. Вот она у меня. Вообще, прошло прилично времени, случилась у меня маленькая неприятность. Когда я мыла посуду, вода стала плохо уходить. Я взяла фиговину такую. Лучше не объяснять, потому что, короче, суть такая, что у меня вода не ушла и стала капать там, где не надо. Я поняла, что у меня засор, потому что такое как-то было при бабушке. Ну и вообще подозреваю, что соседка снизу, когда она почему-то чистит раковину свою, такие звуки говорящие идут, то у меня потом засор случается. Потому что я аккуратно довольно мою посуду, чтобы туда ничего не засорялось. Ну и, в общем, пришлось мне позвонить в наш жилсервис. Ну и с третьей минуты моих объяснений женщина все-таки поняла, что мне от нее надо. Хотя я сразу сказала, что у меня тут типа засор. Ну и она вообще сначала мне предложила что-то поменять. Совершенно другое. В результате я ее просила, чтобы ко мне приехали мастера. Фиг ли 1200 с лишним в месяц каждый раз отваливаешь на обслугу дома, не знаю, что они такое делают. Потому что у нас в некоторых графах квитанцы пишут такое, чего вообще в доме как бы нет. Ну и вот за 300 рублей мне почистили. В результате пришлось потом убираться. То есть все пятое-десятое. Меня укусил беспорядка и я пошла мыть ванну. А потом вспомнила, что у меня тут экзекуция лежит. В общем, вот столько у нас тут было молока. Ну видно, да? И немножко, в смысле вот именно сама жидкость. И тут вот пена. Я не знаю, как она у меня перевернется, вывалится или нет. Но она усела, конечно, где-то на около сантиметра. Может, это надо порезать. Ну а здесь уж совсем усела. Хотя здесь была в основном пена молочная и больше, конечно, две трети, наверное, досталось этого компота с агаром. Сейчас я это как-нибудь, может, порежу. Завтра, кстати, я еду за Лайт Катана. Бушида на базу Озона. Получилось так, что перед деревней я сделала заказ. У меня там были какие-то бонусы. Он внезапно был по скидке всего лишь на сотню дешевле, чем был изначально, о чем я поняла потом. Ну, в общем, он мне обошелся вместе с доставкой на 377 рублей 10 копеек. И завтра я, пожалуй, поеду на автобусе, потому что база у нас работает когда-то с 3 до 5 или как-то так, или с полчетвертого до полшестого. Ну, на велике я не осилю. Вообще, мне родня сказала никуда не выбираться, потому что сегодня я была на этом библиотечном концерте, где, как мне обещали, очень прохладно и вообще такое вот все душевное. Ну, там было в маленьком зале прилично народу камерно так, и очень-очень душно, и жарко хуже, чем на улице. Я даже ловила такой сидячий омрак. Ну, это так, а печально у меня к тому. О жаре. Ну, я вообще жару плохо переношу, о чем забыла совершенно. А еще в некоторых таких случаях совсем фигула. Ну, пришлось мне даже в аптеку бегать. И вот мне родня, узнав все ее, сказала никуда нафиг в жару не выходить. Ну, иногда же хочется воздуха, да? Так, как-то оно... Все-таки мне на эти силиконовые формы приобрести. Как-то это зачеркнуть. Ну, вот оно, по-моему, такое желейное. Сейчас посмотрим, как по вкусу. Мягко говоря, странненькое. Потому что я-то думала, что пена застынет как-то. Ну, в общем, похоже на такое вот... Даже, наверное, какое-то топленое молоко или что-то в этом роде. Она конфет-коровка в каком-то плане. И вот пенка-то это... Похоже просто на пенку от топленого молока. Даже по консистенции. Чисто по вкусу. И еще на мороженое. Вот, я поняла, оно похоже на то мороженое, которое я делала. Не помню, на видос я его делала или просто фоткала. Где сливки и сгущенка. Беру морозилку, посмотрю, что будет. Здесь же нам досталось больше. Но так как я не размешала, то вот там видно, что оно двухслойное. В общем, вы как хотите. Ну, с чаем-то можно слопать. Но эксперимент прошел у меня не совсем так, как я хотела. Получилось на выходе не совсем то, что я думала. Но вполне съедобно внезапно. Сухофрукты сочетаются, оказывается, с молоком. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. И прощевайте. Смотрите.